Ну что, ребят, всем здарова, на связи Виталий Старк, и сегодня новая серия по проекту Black Russia Black. А сегодня мы будем следить за лидером ОПГ, если что, я это снимаю уже после ролика. Там было жарко, весело, интересно, и потом оказались это все почти мои подписчики. Короче, предложение от Хенри. Ну, здорово, здорово, друг! Всё, ребят, подписывайтесь, ставьте лайки, а мы переходим к ролику. Погнали, друзья! Hello, на связи Виталий Старк, и у нас сегодня лидер Арзамарского ОПГ, которые, смотрите, находятся на воинской части и воруют материалы, ребят. Смотрите, на них военные нападают, пытаются защитить свою территорию, у них здесь завязалась передряга, перестрел. Это интересно, на самом деле, начало данного ролика, я думаю, очень зайдет, потому что какая-то РПшечка проходит, они уже въехали в забор, воруют материалы, и я думаю, вам будет интересно. Они вот защищают свои фургоны, на которых они приехали, их здесь очень много, и, в принципе, это прикольно. Давайте я вам покажу, что это лидер Арзамарского ОПГ, вот, вор в законе, Арзамасская ОПГ, Хенри Скобар, вот, поэтому давайте на этом ролике тоже наберем быстро 150 лайков, чтобы вышла новая серия, и мы сегодня не пытаемся как-то унизить лидера. Если вы думаете, что я пытаюсь лидеров унизить, нет, я просто за ними слежу, и мы просто делаем вывод, кто из них отыгрывает РП, кто нарушает, кто нарушитель и так далее. Короче, это, на самом деле, очень интересно. Вот сейчас мы видим и наблюдаем за РПшечкой, как бандиты прорвались на территорию воинской части и воруют материалы, патроны и так далее. Это, на самом деле, очень интересно. Я думаю, вот такие РПшки нужно снимать почаще, когда они что-то творят. Склад боеприпасов, просто посмотрите, как они быстро воруют. Но сейчас, по-любому, отсюда или оттуда военные прибегут. По-любому, команда уже у них по рации, по-любому, прошла то, что здесь захватывают склады. И, смотрите, нужно будет им обороняться. И военные по-любому должны сюда прибежать, приехать. Там грузовик какой-то. Блин. Поехали. Говорят ему, ну, же скачь. Смотрите, они быстренько уезжают. Полные, почти заполненные машины. Охренеть, ребят. Смотрите, здесь даже ламба стоит. Вау. Заборчик взорванный от их нападения был. Ну, все как надо. Так, а где их товарищи-то едут? Или их подстрелили? Не-не-не, едут, едут, едут. Где остальные? Они, кажется, забыли остальных взять, либо их убили. Там, кажется, куча военных напали. Где третьи? Там еще одна машина, что ли? Три машины было? Ни хрена себе. И лидер рвется за своими. Посмотрите, они едут за своими, прикрывая. Ну что, они поедут? Давайте вдвоем, решайтесь, ребята. Делайте экшен. Блин. Какой, блин, давайте. Смотрите, вот они, наши еще бегут. Ну как, не наши, а их ОПГшники. Про них просто забыли. Представляете, вы что бросили? Я в шоке. Они просто оставили своих ребяток на поле боя и свалили на тачках, не заметив их. А они там охраняли, защищали их головы. Пока они воровали патроны. Садимся, валим. Все, давайте, гоните. Я уже сам стал за них переживать, если честно. Я думал, сейчас на них облава какая-то будет. Но им, на самом деле, очень сильно повезло. И они выжили. Если что, ребят, ОПГ имеет право, если они в большом количестве, ехать по территории нон-РП-драйв. Ну, то есть, где нельзя по полям ездить, они, если едут толпой, имеют право, если они едут за материалами. Потому что, допустим, чтобы взорвать проход, это нужно взорвать на поле. Так что нон-РП-изда здесь у них по-любому будет. Так что все нормально. Красавчики мои. Хенри, красавчик. Да-да-да. Не, хорошо. На самом деле, очень хорошо отыграли бандиты ОПГ-рзамаски. Потому что, на самом деле, очень красиво все это было. Дело. И они быстренько, оп-оп-оп, уже приехали. Посмотрите, как они быстро доехали. И, само собой, забрали материал. Ну, а теперь они будут, я так понимаю, грузить. В принципе, вот то, что мы сейчас видели от Арзамасской ОПГ, это очень красиво было. Они как-то собрано все это дело сделали. И тем самым меня вообще не разочаровали. То есть, в начале ролика был какой-то экшен, красота. То есть, они были на захвате, получается, боеприпасов. Они это все сделали, материальчики приносили. И сейчас их просто носят. Вот тайминг делает лидер. И было у них все сработано. Кто-то был на защите, кто-то был в нападении, кто-то воровал материалы. И не было такого, что никто не знал, что делать. Как-то у них все было это слажено. Да, там многие сейчас скажут, да ладно. Так, СП-860. Давайте, он просто стоит. Вот. Многие сейчас скажут, да ладно, это каждая ОПГ может так и так далее. Нет, ребят, я был на одном воровстве материалов. Вот. И там было все не склажено. И было очень глупо, тупо. И мне не понравилось. Там еще и лидер сам подзорвался на своей же бомбе, которую он ставил, чтобы взорвать проезд. Гоу еще раз. Так, ладно. Где наш лидер? Он внутри на паузе пока что. А там уже пацаны готовят проезд, я так понимаю. Еще раз за материалами. Я так понимаю, в армии много материалов собралось. А что за это нам дадут? Генри, я так понимаю, сейчас они поедут еще, может быть. Потому что там и халявные патроны есть. Ну, а ОПГ между собой на самом деле воюют. Ну, некоторые бывают в союзе, но на самом деле воюют. Так, лидер сейчас строит свой ОПГшный отряд. Просто отряд бандитов. Посмотрите. Ну, на самом деле их достаточно много. Ну, на самом деле очень много тоже. Не надо так делать, потому что не будет понятно, за кем следить и как, что делать. Ну, если выдержка есть, конечно, можно и как в армейке кучу народу собрать и ими управлять. Ну, а тут самое главное это актив, внимание, помощь и взаимопонимание, как говорится. Вот, остальное все придет со временем. Не, ну, сегодня мне прям очень понравилось следить за данным лидером. Я прям побывал и на захвате материалов, и какой-то экшен я получил в плане того, что... Кто ехал на ВЧ, он сейчас с премией, кажется, будет раздавать. Но у него денег, кэш, 19 тысяч всего, маловато. Ну, ладно. Давайте мы раздадим сейчас деньги. Я, я, я. Давайте Pay, 114, 2,500. Так, Заяц, а что я не могу? Далеко от вас. 114, 2,500. Стоп. А вот, пах, дах. Кто не ехал выйти из строя, а кто ехал, мы им деньги дадим. Я ехал Pay, 426, 2,500. Бам, бам, бам. Короче, кто ездил, я им денюжки даю. Pay, 836, 2,500. Бам. О, здрасте, я видео. Сразу Хенри понял, что я снимаю ролик. Я в видео, может быть. Да, 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 да. Это было видео. Это был видос. 389, Pay, 389, 2,500. Бам, бам, бам. Премия, кто ездил. Ну и, само собой, давайте дадим лидеру денег. А то у него, на самом деле, очень мало денежек. Я думаю, ему будет приятно. А вы, ребят, подписывайтесь, ставьте лайки. И, как говорится, пишите, за кем мне следить в следующем ролике. Я думаю, будет очень-очень интересно, ребят. Я думаю, вам нравится. Потому что мне тоже нравится следить. За этим всем делом. Спасибо, всем удачи и всем пока-пока.